муравьи могут доставить очень много хлопот в саду и в огороде поэтому выпуски о борьбе с муравьями являются весьма популярными при этом надо не забывать что муравьи являются санитарами леса в той же самой степени они являются и санитарами сада и огорода далеко не все муравьи наносят вред саду и в огороде и об этом мы как раз сегодня с вами поговорим любой лежачий камень какая-то деревяшка кирпич что угодно может же стать пристанищем для муравьев пристанищем для муравьев является даже обыкновенная мульча до под соломой здесь этих муравьев может быть море на самом деле также любыми местом муравьев являются вот такие вот картонки которыми я спасаюсь от сорняков да и уничтожаю сорняки и сорные растения они тут тоже любят селиться в первую очередь муравьев недолюбливают из-за расселения тлей вот такие вот скрученные верхушки у смородины конечно свидетельствуют о таком повреждении как раз здесь муравьи можно сказать пировали и бушевали также муравьи могут способствовать расселению корневых тлей на широком спектре различных растений корневые тли это такие очень неприятные вредители которых вы даже не замечаете растение может себя плохо чувствовать а вы и не подозреваете что тли подъедают там как раз корни ну а муравьи защищают этих тлей как обычно и питаются их выделениями урон действительно может быть очень серьезный очень сильно страдают тепличные растения иногда муравьи роют целые города под кустами томатов огурцов тем самым значительно мешая их росту и развитию немало хлопот муравьи могут доставить и в плодовом саду ведь они точно также расселяют тлей по кончикам молодых приростов прирост эти деградируют побеги искривляются существуют разные советы по борьбе с этими муравьями и тлями это и химические меры борьбы и биологическая защита и привлечение божьих коровок тем же хвойным маслом и обрезка почему-то такой странный очень способ обрезать молодые приросты это вызовет вторичный рост почек и урожая на этих веточках не будет поэтому такие советы лучше не использовать ну и конечно непосредственно уничтожение муравейников при этом вы должны помнить что из десятка видов земляных муравьев вред наносят вам только один-два поэтому лучше всего не бороться с муравейниками хотя как утверждают некоторые наши зрители подписчики наши недавние удобрения которые мы применяли на чесноке может побороть и муравьев привести к деградации этих самых муравейников это довольно любопытно можно полюбопытствовать про это удобрение недавнем видео но а что касается вот именно деревьев и борьбе с тлями я вам сейчас все очень расскажу как это можно сделать мирно на этих яблоньках не использовалось никаких химически синтезированных средств против тлей в том числе и конечно мы не видим здесь абсолютно никаких повреждений все приросты хорошие ровные без каких-либо повреждений просто нужно использовать целевые средства с толком они гонятся за каждым муравейником и не это просто невозможно невозможно извести все свои муравейники на участке и вот чтобы не гоняться за каждым муравейником в отдельности а это просто как видите невозможно они везде под камнями под какими-то деревяшками под мульчей но везде 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 повсеместно просто сделайте вот такой своеобразный ловчий пояс существуют разные ловчие пояса но этот по моему является наиболее простым такой клейкий пояс можно сделать используя вот такое самое простое средство клеит грузунов насекомых вредителей нужно буквально одну полосочку нанести вот сюда на ствол и он сам клей растечется вот таким вот клейким поясом и сюда будут прилипать всевозможные всевозможные нежелательные посетители вашего сада между прочим такой пояс может значительно спасти и от ос когда начнется созревание фруктов я уж не знаю что несет ос сюда на эти липкие полоски на эти ловчие пояса но они здесь прилипают в огромном количестве в равной степени как и вот эти всякие нежелательные насекомые включая муравьев поэтому мой вам совет не надо бороться с ветряными мельницами в тех местах где это возможно используйте вот такие вот простые очень средства для того чтобы оградить свои деревья от этих нежелательных гостей как видите на этих еще зеленых яблочках нет и повреждений от плодожорок потому что препараты битоксибацилин и липидоцит в действии не игнорируйте биологический метод вот такой механический метод защиты не прибегайте к жестким синтетическим средствам до того как вам это действительно понадобится есть всегда варианты и более мягкие тоже борьба с вредителями конечно должна проводиться но должна проводиться разумно мягко чтобы не навредить окружающей среде и своему здоровью на этом я прощаюсь с вами до встречи